He's not following the ball and Zidane is the same, he's not following the ball. For that, the hay have to stay on the zone. Another importance of the tonic reflex of the neck. For the 100 meters, when you are competing in 100 meters. The head cannot be straight, the head has to look down. If not, you have the body. In soccer, by example, when somebody hits the ball, most of the time the head goes and the ball is going up. Another example of lateralities in basketball. In left side, we have homogenous player. С левой стороны у нас игрок, у которого доминирующая сторона одинаково и глаз, и нога, и рука. То есть правая рука, правый глаз. А справа у нас игрок, у которого левый глаз и правая рука. И совсем разная позиция удара, вы можете видеть. Вот это все игроки, показанные с односторонним страниц, то есть один глаз и одна рука. А это так называемый кросс. И позиция удара, вы можете видеть абсолютно разная. Их можно легко определять, потому что у них совсем разный подход к броску. Какие мы можем получить плюсы из изучения латерализма в футболе, например? The predominance behavioral and improved communication. It means I know who is cross and who is homogenous. Ну, прежде всего, надо установить, у кого какие доминирующие стороны. И это позволит контролировать поведение на поле и улучшить коммуникацию. The visual field preferential. Также важно понимать, как игроку удобнее смотреть на поле, с какой стороны. By example, Messi is left foot dominant, but he prefer to be on right and it's normal. Например, Messi, он играет левой ногой, но ему намного удобнее играть справа. Because the dominant A of Messi is left. Потому что ты меняешь глаз, у него левый, соответственно, ему справа влево удобнее смотреть. Preferential rotation. Также надо понимать, как игроку удобнее двигаться на поле. Preferential output. When you have to go one side. То же самое, да. Куда ему удобнее бежать, левый или правый. Let's understand the technical aspect. Также это поможет нам понять технические аспекты каждого игрока. Let's understand functional asymmetry and improve injury prevention. Также помогает понять функциональную асимметрию и улучшать, как бы, восстановление после травмы. By example, when somebody is doing a wink, like this. Когда кто-то подмигивает. It's not a good sign, because not always you do the wink with dominant A. But we can say, by example, in Madrid, Ronaldo and Mourinho are close. And the comportment and the communication of Mourinho and Ronaldo is completely different than Guardiola and Messi. Но исполнение совсем другое, чем у Месси и Гвардиолы. Guardiola and Messi are homogenous. Потому что Месси и Гвардиолы, они у них односторонние стороны. These two guys are homogenous left-hander, left foot dominant, sorry, left footed. Это спортсмены с левой доминирующей ногой. Месси is left foot dominant and left A dominant. Месси, левая нога и левый глаз. And here we have one of the best teams in Spain. Одна из лучших команд Испании. And we see the middle field are homogenous, always. И мы видим, что в полузащите играют все игроки с односторонним состоянием тела. Goalkeeper and forward most of the time are cross. А вот форварды и голкиперы, как правило, имеют пересекающиеся, то есть противоположное состояние. That's a test. Hand, high, shoulder, hip, dynamic leg and foot. Это, опять же, тесты, которые необходимо делать, чтобы установить, где какая... And we do a questionnaire. And like this, we can understand why the guy acts like he has to act, okay? It's mean, it's very, very important for us to know the lateralities of the player. Также, вот, например, есть список, который можно составить и провести тесты с игроком. И за счет этого можно лучше понять игрока и как он технически действует на поле. И как ему удобнее действовать. Например, из 10 команд из испанской премьер-лиги. Nearly 50% are cross and more than 60... 6 teams are more than 50% of cross people. 50% игроков из 10 команд имеют пересекающееся строение. То есть, например, левый глаз и правая нога. И в 6 командах даже этот процент выше. It's mean to play soccer, I think it's better to be cross. То есть, это значит, что для игры в футбол все-таки больше подходят люди с таким строением, то есть у которых пересекающееся строение. Но и другой тип людей, у которых одностороннее строение, например, Иньеста и Хави. Они оба односторонние. 80% of the goalkeepers are left-footed or cross or cross. 80% of the goalkeepers are left-footed or cross. 80% of the goalkeepers are left-footed or cross. 70% of the forwards are cross. 70% of forwards, они имеют пересекающееся строение. 80% of the goalkeepers are homogenous. А вот полузащитники, наоборот, они обычно имеют прямое строение. Okay, and 60% of the player on one side always have the dominant A inside the track field. И, соответственно, полузащитники фланговые, они, как правило, должны иметь 60%. Вот они должны иметь доминирующий глаз, который смотрит как бы на поле, в сторону поля. I think to know the lateralities, it's very important for the young players. И, как заключение, я считаю, что очень важно понимать и определять латерализм в футболе. By example, if you know 80% of the goalkeepers have to be cross. Например, если вы знаете, что 80% of the goalkeepers have to be cross. Should be important to know it. Это важно знать и определять в детстве тоже. Okay, the next one. Можно следующую презентацию? Пока вопрос, можно задним буквально. Какой идеальный вариант все же для футболиста существует, на взгляд? Ну, то есть, опять же, зависит от позиции на поле, от того, где игрок играет, какие функции он должен выполнять. Ну, например, полузащитник, они, как правило, все с односторонним строением, и им удобнее так играть. Если бы у всех хороших игроков была одна модель в мире, то есть, эта модель применима, то есть, мы можем следовать этой модели. Например, если рассматривать теннис, 70% топ игроков, топ уровня, они все имеют пересекающее строение. Это значит, что человеку, имеющему разностороннее строение, ему удобнее играть в теннис. Легче, да. Опять же, это не значит, что если у вас одностороннее строение, вы не можете играть в теннис. Динара Сафина наша. Марат Сафин тоже. И оба были в свое время на первой строчке. Но это только 30%. Спасибо. Следующая презентация, да, сейчас будет? Да, и там еще одна презентация, короткая. Окей, мы начнем с второй стороны, и второй стороны, это немного другая тема. Короткая презентация, немножко другая тема. Последние 10 лет я занимался такой работой, я занимался восстановлением спортсменов топ уровня. И хотел бы вам немного рассказать о той системе, которую я разработал для того, чтобы установить моторность и как восстановить игрока, подготовить. У меня очень большой научный центр в Валенсии. Но сейчас я здесь, я работаю с Филиппом Кайседо, игроком локомотива. И мне очень важно сделать ориентацию на физическую подготовку игрока. Также я должен понимать, как его готовят в команде и как я могу ему дополнительно помочь. Это значит, что у игрока может быть очень большая мышечная масса, но ее надо сделать, чтобы она полезно работала для игрока. Можно видео включить? Нормально, это то, что мы делаем в моем центре. Это Эду, он был предпочтитель Бетисеви. Он получил болезнь на левом ноге. У него была травма на левом колене. Он сейчас работает с закрытыми глазами. Он должен как бы найти баланс. А вот это работа с нединамичной ногой. И такая работа позволяет, как бы, расширить функции нединамичной ноги. Это игрок, который играет левой ногой. Мы пытаемся сделать то же самое для динамичной ноги. То же самое мы делаем и на динамичную ногу. Классическое работа на Босу. Классическая работа на Босу. Это значит, что все делают одно и то же. Все делают одну и то же работу. Это значит, что классическое упражнение для восстановления моторности. Это один из пилотов GP гонок. Он сломал клавикулу. Он сломал ключицу. И это вот три дня спустя операции. И вы должны идти на следующей неделе. Продолжение следует... Это сисока. У него была травма тоже на левом колене. Делали операцию. С правой ноги можно прыгать. Это четыре месяца спустя операции. Он даже прыгать не мог с левой ноги. Это на следующий день. И вот сейчас рассмотрим, как вот он после четырех месяцев после операции, он даже не мог прыгнуть на первый день. Но на следующий день он уже смог прыгать. The strength of the left leg was normal. Сила левой ноги была нормальной. Concentric and eccentric level was normal. Уровень концентрации был нормальный. No pain. Не было боли в ноге. Flexion, extension normal. Растяжение и сопротивление все нормально было. Но он не мог прыгнуть. И тут можно говорить о ментальной неготовности. И это был проблемой моей всей жизни. Всегда мои игроки говорят мне, что я не чувствую себя, Пол. И это, как бы, я это изучаю всю свою жизнь. Именно, как бы, подход в голове игроков. Потому что многие игроки приходят после травмы и говорят, я не могу играть так же, как я делал это до травмы. Можно видео включить? It means the day after the guy was completely normal to training and he was feeling exactly the same legs and before. И за один день они его подготовили, и он, как бы, вернулся на тот уровень, который был до травмы. Sissoko is playing in Paris Saint-Germain. Sissoko играет в PSG. Okay. The system, the name of the system is Activa Concept. It means it's a low frequency sound generator. Это некая система, которую они разработали. Называется Activa Concept. Она способствует тому, чтобы активировать игрока после травмы. Именно с мозга. This technique with low frequency pulsed sounds is offering a new solution to modify motion. Эта техника построена на низкочастотных звуках, которые, как бы, идут в голову игрока. In a very short time. За очень короткое время. We are able to modify and automate a motion to recover the original functionality. И таким образом мы можем определить и, как бы, автоматизировать направление восстановления игрока. We can modify the technique. Также можем поправить его технику. And we can improve the performance. И улучшить его данные для выступления. In sportive gesture, it's meaning motion, when you are doing a motion. Если вы делаете какую-то работу для направления игроков. In a penalty, by example. Например, penalty. The motion is completely automatic. То действие, которое они выполняют, то есть удар-пенальти, это автоматическое действие. You can think about before. До удара вы можете думать о чем-то. But during the execution. Но во время исполнения. The program is completely subcortical. Дальше все, как бы, идет по программе автоматически. The consent use have no power to act in the motor program. И проблема в том, что иногда после травмы игрок не вкладывает силу в то действие, которое он хочет произвести. Например, Tiger Woods делает удар. Он чувствует, что удар плохой. Но он не может ничего с этим сделать. Не может. Потому что во время удара мы уже не можем ничего исправить. Это идет автоматика. То есть здесь важно понять, какую программу использует игрок. И как можно на нее повлиять и изменить. Когда игрок любого спорта делает какой-то удар, он использует один и тот же запрограммированный механизм, который у него находится как бы в голове, в мозгу. Например, в мозгу отложен какое-то движение конкретное удара, и оно полностью совпадает с работой воображения, например. Вот, например, скан мозга. Исполнение и симуляция на левой картинке. Одна и та же часть мозга работает. То есть проблема в том, что мы не можем просто моментно изменить эту программу, которая как бы заложена в голове. То есть, например, когда я учился играть в футбол, я шел на поле и делал какие-то движения, упражнения каждый день. То есть они нарабатывались. Но это не всегда хорошая практика. То есть мы должны понимать так же, как строится механизм каждого движения. Мы не можем использовать зеркало, например. Потому что изображение перевернуто. Мы не можем трогать игрока. Потому что вы ему можете дать неправильную информацию. Вы как бы отрезаете работу мозга. Например, многие учители тенниса учат детей и держат их за руку. Но это неправильно. Это неправильно. Надо как бы оставить, чтобы игрок сам делал движение. Вы не можете его направлять. И то есть важнее объяснить, как правильно сделать удар, чем показывать, как это надо сделать. То есть мы должны определить то содержание и форму сообщения, которое мы должны донести до игрока. Как его подготавливать. Как вы задумались? То есть? Объяснение. 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 То есть он говорит, что надо подходить индивидуально к каждому игроку. Например, я руку поднял, я почувствовал растяжение в спине или в плече, а он, например, когда поднимает руку, у него другие мышцы напрягаются. То есть каждый игрок, он индивидуален. То есть он говорит, что необходимо найти какой-то путь к управлению этим решением для подбора какой-то программы для конкретного игрока, донесения его правильного. И оно не должно быть каким-то, то есть оно должно быть постоянным. Вы должны постоянно направлять игрока на правильное движение. Окей, стенд-up. Хабьтесь, хабьтесь. Окей, окей. Окей, now slowly. Окей, где ты чувствуешь? Окей. Окей, slowly, slowly. Окей, close the eyes. И теперь, ваш мозг в голове. Скажи мне, что ты чувствуешь? О, еще раз. Окей. 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 Один more time. Один more time. Окей. Окей. Окей, close the eyes. И imagine you are, you up the right arm. Окей. Окей, perfect. Окей, now we, he has the sensation. He knows to build the mental sensation of this motion. То есть, сейчас он привел пример, как строится вот это, как в мозгу выстраивается это движение. Что он попросил меня сделать? Я поднял руку, и у меня работала какая-то определенная мышца. How is working? Потом я закрыл глаза и повторил движение. А потом я просто представил, что я делаю это, а мышца работала. Вот он сейчас объяснит, как это работает. Слева. Это, ну, как бы автоматическое исполнение. Как дорога. То есть, как движение происходит? Есть какой-то рецептор, который принимает и передает сигнал в мозг. Но есть еще другой путь работы мышц. И мы можем сравнить какое-то восприятие звука или восприятие какого-то действия. Это специальный путь. Когда игрок, например, бьет пенальти, он делает это автоматически. Но также надо иногда обращать внимание на другие вещи. Когда, например, игрок бьет пенальти, он может обратить внимание на работу бедра. Но если он будет так делать, то он может потерять какую-то техническую составляющую. И вот этот путь, который показан справа, его можно открыть как раз при помощи вот этих низкочастотных звуков. Если вы слышите низкочастотные звуки, мы открываем вот этот ретикулярный путь. То есть мы сейчас сравниваем одно какое-то действие со звуком. И в ретикулярном движении это невозможно. Как мы поступим в данном случае? В первую очередь мы должны понять, что мы хотим изменить. Например, мы сняли видео, как игрок делает какое-то действие. И, например, тренер или доктор команды говорят, что вот мне не нравится такое движение у игрока, и я хочу, чтобы он делал по-другому. Например, если рука так расположена, что я чувствую при этом? Если так, то что я чувствую при этом? И потом игрок закрывает глаза, и он просто визуально представляет, что он делает то же самое движение. И таким образом мы как бы отрезаем основной путь работы мышц и используем ретикуляционный путь. Опять же, сопоставляем движение со звуком. Это игрок-левша. То есть с левой ногой, с правой не очень хорошо бьет. То есть, когда он бьет с левой ноги, у него это происходит автоматически, он не задумывается. Когда он бьет с правой, он постоянно напрягается и думает, как я должен это сделать. То есть мы должны выстроить для него и как бы направить ему сообщение, как он должен это делать. Но не на поле. То есть это надо строить без мяча и не на поле. Когда он сможет делать одно и то же левый, правый, ногой. ИМАДЖИН 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 ИМАДЖИН